Всем привет! Вас приветствует Валентин Сайгак, АК Потерянный Войсер, АК Магистр Ордена Энергетических Сомелье. И сегодня у нас на обзор просто замечательные, динамические, бомбезные энергосы, которые я еле-еле откопал, потому что в России их, к сожалению, не так легко найти. Можно, конечно, заказать на озоне, но у меня просто как челлендж был, что ли, найти их в обычном магазине. Короче, у нас есть Dynamite Coffee, Dynamite Gamersky, об этом чуть-чуть попозже, вы еще поймете, какой я хэмер. И Dynamite Sugar Free. Я, кстати, не факт, что он будет классный, но сейчас в последнее время я пью энергосы без сахара, поэтому вполне возможно, что он мне понравится, в отличие от предыдущих моих обзоров. Поэтому запаситесь энергией, и мы начинаем. Первый энергос, с которого я хочу начать, это Dynamite Hame. Ну, то есть, как бы, хэмерский, у него тут так и написано, Energy Drink Game. Сначала пройдемся по общей информации. В принципе, во всех энергосах содержание кофейна 30 мг на 100 мл, и таурина тоже 30 мг на 100 мл, что немного меньше, чем в других остальных энергосах, но я думаю, это нам не помешает либо взбодриться от них, либо получить хоть какое-то наслаждение от вкуса. Итак, хэмерский дизайн. Шо у нас здесь по дизайну. Все так и кричит, что он хэмерский, поэтому я сейчас сделаю одну маленькую фичу. Нацеплю на себя свои новые наушники от SteelSeries, просто для того, чтобы показать вам, что я хэмер. И на самом деле, я довольно много играю. Кстати, прикольные уши, хорошо в КС работают. Не могу не пофлексить, я их недавно купил, мне, типа, классно было вам показать, что у меня теперь есть геймерский сет. У меня еще мышка светящаяся от SteelSeries есть. Кстати, если вы привыкли к дешманским мышкам, как я, у меня вот такая вот раньше за 350 рублей была, то вам будет немножко непривычно. Они очень плавные, типа, качественные. Я даже, когда монтирую, мне пока что немножко неудобно, но, блин, мышь прям, муах, прям сас. А про уши, чё уж говорить, у них звук прям... Короче, музыку, слушай, очень классно, мне, мне нравится. Но для того, чтобы до конца сохранить интригу, я, конечно, не буду вам говорить их названия пока что. Мы начинаем с нового энергоса. Давайте проверим его на пши. Так, стоп. Ну, как обычно, короче, зря я ногти постриг прямо перед тем, как обзор записывать. Тораза. Так, если будет с каждым энергосом, это надолго продлится. Ну, пши такой на 5 из 10. Ух ты, какой запах. Что-то он мне напоминает. Что-то очень... Это черника? Что-то очень знакомое, что-то очень свежее, что-то очень приятное по запаху. Это немного конфетный аромат черники. Так, стоп, я такого не пробовал. Подожди. Это то ли... Ого, какой он кислый и одновременно приятный сладкий. Очень интересный вкус. Очень необычный вкус. Такие вкусы не во всех энергосах. И, поверьте, я перепробовал довольно... Срач наводим. Поверьте, я перепробовал довольно много энергосов. И вот такой вот вкус я встречаю не то чтобы впервые, но вот в таком сочетании. Вот так. Это довольно... Это довольно странно. Это довольно интересно. Давайте посмотрим, что у нас по цвету. О, май. Какой насыщенный цвет. Какой интересный. Какой приятный. Он немного отдает клубникой, черникой. Слегка барбарисом. Последнее время во всяких геймерских энергосах любят усовывать барбарис. Блин, такой непонятный и приятный аромат. Очень, очень тяжело определить, что это конкретно такое. Но при этом его так приятно пить. Он такой свежий. Одновременно немножко отдает мятой. Одновременно отдает клюквой, черникой, ежевикой и клубникой. Да ещё и плюс малина. Очень приятно. Мне кажется, в последнее время производители реально нигде не пишут на банках вкус, чтобы ты сам мог угадать. Сок концентрированной чёрной моркови. Морковь? Офигеть. Я бы не догадался. Я не пью морковный сок и... Да, ну нет, ну это не... Морковь вообще не чувствуется. Больше смородина, черника, вот ежевика, чё-то такое. Скажи, да, это какая-то ягода. Экстракт черники. Представишь, у меня вкусовые рецепторы. Я сразу же сказал, что это черника. Моё детство в селе помогает мне понять, что это черника. И это офигенно. Пробует то, что реально можно найти, то, что реально можно взять. Это прям очень вкусный энергос. Так как мы закрыли геймерский энергос, то теперь я могу сказать, что это Арктикс 5. Это прекрасные наушнички. А мышка у меня RX3. Флекс! Вы не подумайте, я ещё не закончил флексить своими наушниками и мышкой, потому что мне не слишком нравится. В GTA Online очень удобно играть. Надо бы опять в Skyrim поиграть, кстати, ему 10 лет исполнилось. Купи Skyrim! А, не ожидали, что и здесь будут продавать Skyrim? А вот так вот я. Следующий энергос, это у нас кофейный энергос. И, к сожалению, я его уронил прямо перед съёмкой во время записи ролика для ТикТока. Поэтому, скорее всего, он знатно сейчас пшикнет. Честно сказать, по дизайну он по-прежнему мне напоминает что-то геймерское относительно. Но при этом тут скорее молодёжный вайп. Тут все на скейтах, на роликах. Паркур, паркур! Вся молодёжь с динамитом. Боже, я как старый дед уже рассуждаю. Молодёжь! Понапьются своих энергетиков, потом в жопу жахаются. Давайте взрывать! Если и на Ютубе будут задавать вопрос, как я это делаю, я... Кстати, не сильно-то он и пшикнул. Я тебя уронил, дружи. Чё ты... Какой кофейный запах! Какой приятный запах латте! Прям напоминает реально латте. Если вы ходили в какие-нибудь качественные кофейни, хорошие кофейни своего города и пробовали там латте, то это будет вам напоминать именно его. А по вкусу это больше оригинальный энергоз, немножко водянистый, но с лёгким-лёгким привкусом кофе 3 в 1. Очень такой простой вкус. Вот в отличие от хеймерского энергоза, он прям максимально обычный. Больше здесь вкус оригинального энергоза, он вот перемешан с привкусом кофе. Ничего прям суперособенного в этом энергетике нет, кроме, наверное, дизайна, того, что он обладает каким-то небольшим кофейным привкусом. Давайте посмотрим, что у нас по цвету. Либо они засунули мне разбавленную колу сюда, либо они пытались таким образом сделать цвет а-ля кофе. Он реально похож на колу. По цвету это прям кока-кола. Кстати, газовость у всех энергозов найс, она прям неплохая. Первый энергоз, который приятнее пить не из банки, а вот из стакана, потому что он становится менее энергозным и более кофейным. То есть вот что-то в нем вот такое. Но все равно это по-прежнему достаточно обычный вкус. И я считаю, что даже если вы любители кофейных энергозов, это не тот энергоз, за которым надо гоняться, искать его или заказывать его из интернета. Так скажем, по вкусу этот динамит далеко не всем зайдет. Поэтому взрываем дальше и переходим к следующему вкусу. Сейчас мы с вами опробуем динамит Sugar Free. Я не знаю, как он мне понравится, зайдет, не зайдет, но вроде как он с вишней. И у нас тут тоже весь такой свобода. То есть они полностью сосредоточили дизайн на таких вот рисунках. Куда-то все прыгают. Тут у нас есть хиппи, хип-хиппи-ха. Свобода! Ей, молодежь, отрываем. Боже, я реально дед. По цвету он мне больше всех понравился, потому что он розовый, а розовый это цвет брутальности. А белый это, естественно, цвет войны. Давайте попробуем. А вот здесь у нас пши такой был на 7 из 10. Да, по запаху это чистейшая вишня. Это прям вишня, вишня, вишневый, вишневый, вишневый аромат. Очень сильный, очень насыщенный вишневый аромат. Какая химозная, ненатуральная бодяга. Поначалу она немножко горькая, немного водянистая. Представьте минералку ясентуки. И если бы она была не кислой, а горькой. Вот то, что вы чувствуете на первых глотках от этого энергоза. После этого вступает в силу вкус подсластителя. Слегка вишни. И после вы опять ничего не чувствуете. Ха! Какой замечательный вкус. Как прекрасно, как приятно. Как же вкусно и сладко. Короче, такое себе. Как вы поняли, мне не понравилось. Цвет у нас достаточно насыщенный. А-ля вишневый. Только чуть-чуть подразбавленный водичкой словно. Опять же, приятнее пить его из стакана. Потому что пропадает горечь. Но вот вкус подсластительный, никуда не девается. Короче, из всех энергозов, как вы поняли, мне понравился только хэмерский. Потому что у него действительно необычный, черничный, приятный, сладкий. И при этом очень свежий вкус. Это приятно. Ну, а теперь самая ваша любимая рубрика, которую вы давно не видели. И хотели бы, наверное, увидеть. И ради этого вы уже могли бы мне наставить лайков, правильно? И подписаться на мой канал. И вот это вот все. Лайк поставил. Переходим к купажированию. Что такое купажирование, по моему мнению? Это смешать все энергозы в один стакан и попробовать этот вкус. Вливаем в кофейный немножечко вишневого. А также добавляем в кофейно-вишневый купаж нашу черничную свежую сладость. Ладно, это достаточно интересный вкус. Сначала он скорее бьет вас подсластителем и горечью. После этого вступает черника. После черники вы чувствуете кофейный привкус. Что-то необычное, что-то достаточно приятное. Наверное, нигде не встретишь. Потому что вряд ли бы производители заморачивались и намешивали бы такую гадость. Спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось, что вы выяснили для себя, какой энергоз хотели бы взять, какой найти. Я вам лично советую вот этот найти. Остальные энергозы для коллекции... Для коллекции? Просто как дизайн. Я уже надеюсь, что вы влепили этому видео лайк. Дернули колокольчик, рассказали друзьям. Блин, ребят, тут рекомендации поменялись. Ну типа алгоритмы немножко сменились на ютубе. Они теперь очень странно продвигают ролики. И мне нужна ваша помощь. Хелп, потому что после последнего ролика, вот здесь вот скетч, кстати. Прикольный скетч. А его мало кто посмотрел. Его не просто мало кто посмотрел, его критично мало кто посмотрел. И я советую его глянуть. Потому что вы с меня просили скетч, и я вам выложил скетч. И в итоге его просто тупо заигнорили. Ютуб, что такое? Почему ты его не показал моим подписчикам? Покажи его моим подписчикам, пожалуйста. А на данный момент я с вами прощаюсь. Я лишь хотел вам напомнить, что не потребляй, а дегустируй. Подписывайся на наш телеграм-канал. Заходи в остальные мои социальные сети. И не забывай о том, что энергетики созданы для того, чтобы получить энергию. Так что не злоупотребляй.